это и я цитирую эту самую столичную газету которая до сих пор называется советской беларуси и вот так далее а когда я к ним проникся прослезился выслал диски выслал книги прям мельсельхоз как они мне благодарили помните я рассказывал вот но это был казенный такой молодец у вас книги они для датчиков подойдут не у нас реглан вот и вы понимаете я понимаю одно беларуси ждут трудные времена и похоже прощай беларуси но виноваты как сказать вот что такое чиновник представляете он приходит министр и говорит у железа прислал сибири материалы он просто от отписка была не годятся сибирские материалы для беларуси на южнее да один представим себя подумать о другом если уж в сибири это все растет да без это химикатов они попробуют ли нам на какой-то институт перенаправить допустим пару гсу вот заказать у него эти материалы в виде костик черенков там вот что это же работать придется а у них регламент а регламенты эти родились на западе и даже наш минсельхоз принял решение работать с карликами вспоминайте вот а это страшнейшая ошибка но мы повторяться не будем я просто хотел сделать постулат вот помните они уцепились в обрезку что обрезка это мировой опыт на юге реже ничего даже специально режут там росте ограничивает а мы то живем то все время забывайте мы живем извините повторяюсь любая обрезка ослабляет дерево делает его больным и беззащитной жертвой бесчисленных орд насекомых и тут же у меня примечание тут же я вынужден это сделать потому что я люблю муравьев и грибы а проклятые проклятые слова неправильно проклятые муравьи не виноваты и грибы не виноваты потом после расправы над невидными деревьями а это есть это это регламент это не то что кто-то из датчиков один из десяти давай там это осветлять это самое шибко грамотно начитался предстоятельное хозяйство нет это сюда и везде то без этого невозможно ниже опять будут доказательства повторяю потом после расправы над невидными деревьями неповинными омертвевшие клетки листьев сами листья ветки и скелеты деревьев начинают жрать грибы слова кушать не годится прям жрать они действительно любят мертвечину мертвечину помните мой постулат за миллионы лет ни один гриб не съел ни одной живой клетки из триллиона в триллиона они не едят живую ткань если бы ели вот грибы грибы показать что где в пупке вот здесь за ушами еще показать неудобно где еще и они будут жить и едят от нас свое только тогда когда эти самые чешуйки которыми мы родственники динозавров начинают от отваливаться и умирать от живого тела это касается нас животных это касается растений это их доля они переводят мертвую ткань об этом не знает ни один академик включая президент академии наук об этом не знает министр сельского хозяйства об этом не знает министр науки и высшего образования который считается самым на планете то есть в россии подчеркиваю министр образования но нет не так министр науки и высшего образования он тоже не знает что ни одна клетка живая не съедается и а значит дальше идет последствия бороться с все что на дереве искалеченном подчеркиваю искалечен вот обычно это обрек само калечиться природное калечение или мы калечим своими собственными ручками вот все что идет потом вся работа гигантская работа гигантская 5 миллиарды по уничтожению якобы по уничтожению грибов и как-то они потом бедные грибы они живые а их я такими они смашиваются они перестают функционировать чисто внешне они там в дереве они как жили так и будут же чихать они хотели и на министра образования министра науки на президент академии наук чихать хотели потому что они не знаю что им там внутри так хорошо снаружи да чуть-чуть они вот так вот знаете как на время вот и тогда распро это прекращается эта работа но кого это так как самой природе это мизер знаете что такое мизер хотите покажу как природа выглядит сейчас покажу вот что интересно да интересно вы благодаря мне узнаете то чего сами бы в жизни не полезли не до этого а тут вольно невольно раз уж включил компьютер ну вот посмотрите что такое природа вот и вот здесь вот грибы жрут то что им позволено понимаете то что им позволено ой какой череп это может было бы гиблое место написано вот но и агиблое место это отдельно будем на какой вот я раньше надо было мне взять его скопировать себе я не догадался какой символ но гиблое место стали наши дачи вот точно гиблое место российских дач заодно украинских белорусских и казахстанских дальше я не сую свой нос дальше я не пробовал второго что я обнаружил благодаря тому что улез сюда возвращаемся и так судя по тысячам учебникам и сотням миллион экземпляров книг газет и журналов об этом не знаю даже академики вот посредних достижения объявлена война не невежество а самим грибам я вынужден хоть я говорю сегодня я пытаюсь такой ернически не не это не кричать но тут я не выдержал побойтесь бога идиоты тоненькая корочка жизни сантиметры почвы и несколько километров атмосфер это все что у нас есть красноярск я не хочу возвращаться не хочу показывать тоже самое материалы где написано что принято решение бороться с грибами которые жрут лесные угодья не понимая что лес гибнет не из-за грибов но все что превратилось из живой материи в неживую все едят грибы и вот они увешаны гриба и вот эти вот деревья а то грибы и вот знаете что страшное последнее я скажу я уже не раз про эту тему говорил вот но еще раз говорю побойтесь бога знаете почему в этом году случилось с природой что-то страшное оно с виду незаметное но грибы исчезли я думаю а у них сколько на коронавирус может быть но коронавирус образное слово да свой гриб свой коронавирус свои эти самые бактериальная болезнь вот ну так извините если кто-то не не смеется надо мной за этот самый такой разговор дело в том что однажды случится так кто-то возьмет а они взялись к царске это делать серьезно якобы спасая с помощью гомо с помощью переделки грибов помощью переделки генезиса взять и уничтожить эти грибы а кто сказал что уничтожим на квадратном метре на квадратном километре они не погибнут на всей планете вот чего идиоты понимаете что вы творите не лезьте не ваше дело лезть в геном нельзя 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 опять он начал орать вы что с ума там посходили ну и вам то надо чтобы кто-то позвонил президент и сказал вы знаете мы тут посовещались и решили а вы наверно железо прав то вы прекращайте там это лезть куда вас не просят ладно там придумали гмо чтобы это как картофель такой что коронавирус жук жирает и вздыхает а люди ничего они большие им это самое надо тонну съесть чтобы почувствовали что отравлены картофель классе сразу вздыхает а мне может нам это не берет вот горят самые живущие на свете крысы тарканы и люди проверяли атомным взрывом вот это вот страшнейшая ошибка привела к тому что на самом деле решили лезть в геном грибов и уже когда в этом году объявлено что во всей стране грибов нет а вдруг а денежные вчера начали а вот пойдет вы понимаете вот еще раз я этим идиотом говорю я не могу их иначе назвать пусть обижается они они никогда не прочтут и не послушать о чем мы говорим когда в китае заболел 1 коронавирусом сейчас прошло год или сколько самое сразу где сша сотни миллионов трупов ой сотни тысяч трупов сотни тысяч а первый заболел китая стоит только а я же прожить на земле стоит только первую гриб уничтожить какой-то типа коронавируса и пойдет а грибные а вы знаете что все грибы на планете это одно целое там под почвой а ты одно целое они все нитями соединяются все полностью вот так вот так вот трудно показать все до единой и только где появилось как это что-то живое а на этом живом появляется чуть-чуть мертвичины а уже они же размножаются у них свои семена споры вот птичка села на это самое вначале на эту почву где споры лежат мокрыми ножками прилепилось несколько спор потом прилетела на ветку на ветке ранка маленькая который вы сделали чуть не сказал идиоты но извините нас всех считать идиотами заставляет колесе деревьев попала на эту ранку вот везде где можно грибы свои возьмут но стоит их уничтожить вот так как красноярские эти ученые не знаю о том что они не не виноваты ничего сразу ну сколько мы продержимся ну год два-три и все человечества нет ни одного человека нету вы понимаете что и быть для чего вам лекцию прочитать кто орга это органический слой как котором питается потом или все растения кто его организует а да да участников много грибные плантации муравьи делают настоящие разумные существа примерно по разуму вроде нашего только маленькие поэтому и беззащитные уксусом помните поливают эти чуть не опять не сказал идиоты вот так вот вот так в таком мире живем в школе школа 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 а когда придут нормальные кто сделает программу потому что все остальные должны то что я сейчас говорю повторять уже автоматически каждая учительница в Austin вы 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 вы